Вячеслав, добрый день. Добрый день. Расскажи, пожалуйста, кто ты по профессии, откуда ты и как ты попал в сетевой маркетинг? Эта история начинается еще 20 лет назад. Началась. Тогда я занимался просто ремонтом автомобилей. Вообще у меня радиотехническое образование. Из простой такой рабочей семьи. И после армии я занимался именно работой в научно-исследовательском институте, радиотехником. Потом пришел в эту профессию автомеханик. Но меня не устраивали очень многие вещи в этой профессии. Через 4-5 лет, наверное, я понял, что я никогда не смогу здесь сделать какой-то успех, заработать действительно серьезные деньги. И меня это интересовало ровно настолько, что я стал интересоваться, что есть еще, кроме обычной работы. И однажды, просто сорвав на остановке объявление с каким-то предложением новой работы, я позвонил и оказался на презентации одной из сетевых компаний. С того момента у меня появилась новая идея, потому что меня действительно впечатлило, и что зарабатывали эти люди, и как они вели свою деятельность. И буквально через месяц я уволился со своей работы и сменил комбинезон автомеханика на костюм с галстуком. То есть за эти 20 лет ни разу не устраивался куда-то в наем. Само собой, что каждый сетевик сталкивается с отказами. Подскажи, пожалуйста, как ты пережил первые свои 100 отказов, первые 100 неудач? Ну, на самом деле, их было больше значительно, потому что первый год это были отказы, ну, буквально, по-моему, все самые больные, потому что это были близкие. Близкие люди, которых я считал, что они меня могут поддержать, да, и мне кажется, что даже должны были бы поддержать. Но это именно самоболезненно было. Это была мама, это был папа, который мне сказал, что я занимаюсь ерундой, и в нашем роду никогда не было торгашей, у тебя все равно ничего не получится. Это, конечно, было очень болезненно. Но потом я прошел список почти 200 человек своих знакомых, которым практически ко всем я приходил домой, либо на чашку чая, либо на какие-то другие напитки, и пытался таким образом предложить им возможность войти в сетевой маркетинг. Но это все тоже не имело успеха, и я понял, что, в принципе, есть рабочие инструменты, которые нужно освоить, правильными пользоваться, и тогда все начнет получаться. И действительно я стал использовать, ну, во-первых, обучение, на которое нужно попадать, чтобы иметь профессионализм, во-вторых, это использовать события компании. И вот когда я это начал правильно использовать, тогда действительно стала появляться и организация, стал зарабатывать деньги, и тогда мне стало очень интересно этим заниматься. Но отказа – это неотъемлемая часть нашей работы, это просто как процесс. Не могут все говорить «да», то есть обязательно кто-то говорит «нет», и к этому нужно просто относиться так же, как меняется погода. Когда-то бывает солнце, когда-то бывает дождь. Вячеслав, а были в твоей карьере моменты, когда руки просто опускались и хотелось все бросить и уйти из этого бизнеса? Я овен по гороскопу, поэтому такой упертый и настырный. Но, конечно, настроения бывают разные, и прежде всего это, наверное, связано с семьей, с теми какими-то людьми, с которыми начинаешь строить бизнес, и вдруг что-то разладилось или что-то не получается. Конечно, бывают такие моменты. Но мне кажется, мне удается просто это пережить одну ночь, и на следующий день все становится заново. Я не вижу себя в какой-то другой деятельности, и я понимаю, что если я уже встал на этот путь, то абсолютно точно нужно по нему идти. И расслабляться или расстраиваться – это просто терять время, терять какие-то новые возможности, и я их не хочу терять. Я знаю, что ты попробовал и другую сетевую компанию. Скажи, Вячеслав, а почему именно Life is Good? В Life is Good я пришел это вполне осознанно, потому что я пришел после продуктовых компаний, в которых нужно было заниматься продуктами, здоровья, косметическими средствами и так далее. А здесь финансы. И я увидел разницу в результате деятельности. Если в результате той деятельности – это, возможно, хорошее здоровье, но есть определенное количество продуктов, которые почему-то копятся дома, и все больше всего говорят о результате использования продукта, то здесь, используя продукт, который является финансы, появляется просто счет, на котором все больше и больше денег. А так или иначе, конечная цель все равно финансовая состоятельность, финансовая независимость. И, безусловно, этот продукт интереснее. Просто результат этого бизнеса как раз то, к чему все хотят прийти. Мы здесь этим занимаемся напрямую без посредников. То есть деньги являются основным результатом. Конечно, деньги не самая единственная цель. То есть для того, чтобы гармонично жить в этой жизни, нужно, конечно, иметь и надежный тыл, то есть хорошую семью, надежный, удобный, комфортный дом. И это все еще в моих целях для того, чтобы это сделать еще лучше, чем есть. Скажи, пожалуйста, а что у тебя сейчас нового в твоей жизни, и как развивается твоя карьера в сетевой компании? Сейчас в моей жизни все заново, потому что это всего три года. И мне очень приятно участвовать в этой, работать в этой компании, потому что все началось с нуля. Я принимал участие с самого начала развития этой компании. И я вижу, что мы можем, сотрудничая, действительно сделать эту компанию великой. Мне нравится принимать участие во всех событиях. То, что касается моей карьеры, я вижу, что приходят сегодня очень солидные, серьезные люди, с которыми мы построим надежную, большую команду. В ближайших целях это, естественно, закрыть карьерный уровень директора, для того, чтобы соответствовать тому статусу, который есть в этой компании, находясь в руководстве. Безусловно, очень важно, чтобы была надежная команда, которая будет работать в разных регионах. Вячеслав, расскажи, какие самые яркие моменты и воспоминания у тебя связаны с сетевым маркетингом? Ну, безусловно, в этой системе, наверное, самым ярким является это признание. То есть есть моменты, когда мы выходим на сцену, получаем награды, когда мы имеем возможность выступать на сцене, поделиться своим опытом. И аплодисменты, вот эти горящие глаза, огромный зал, вот эти эмоции, которые идут из зал, конечно, это впечатление, которое, ну, вряд ли где-то можно получить еще. Но непосредственно в компании Life is Good для меня еще большим впечатлением является огромное количество стран, которые мы имеем возможность посетить в путешествиях, которые организует компания. Каждые 3-4 месяца компания нам предлагает посетить ту или иную страну, и мне очень нравится в этом участвовать. У меня супруга очень любит путешествовать, и поэтому мы уже объехали, по-моему, 7 или 8 стран за вот этот небольшой промежуток времени. И это огромное впечатление, потому что все эти страны самостоятельно, ну, наверное, я посетил, может быть, когда-нибудь потом на пенсии. Вот сейчас, молодые годы, естественно, это интереснее и более приятно. Вячеслав, а какой навык для сетевика самый важный, как ты считаешь? Навык, наверное, это говорить с людьми, потому что никакие другие инструменты нам не заменят прямой беседы, личной беседы, и, безусловно, в этом нужно все время совершенствоваться. И вот то обучение, которое есть в компании Life is Good, оно дает как раз все нужные инструменты для повышения вот этого мастерства. Я только здесь встретился, вот уже почти 18 лет от работы в сетевом маркетинге, с теми тренерами, с той методикой, которая позволяет очень просто и легко, задавая нужные вопросы, вести человека к принятию решения. И те беседы, которые сегодня получаются, незначительно короче, они более продуктивные и быстрее результат. Поэтому мне очень нравится система обучения, которая есть, и я стараюсь ее дублицировать со своими людьми в своих структурах. Какими базовыми принципами ты руководствуешься в своей карьере, в своем успехе? И чему, в принципе, не нужно уделять внимание, на что не нужно тратить время или отвлекаться? Я думаю, что базовые принципы – это, конечно, честность, прежде всего, потому что в этом бизнесе все на виду. И любая попытка сыграть в темную, она обязательно проявится, и это будет большим конфликтом, выльется большим конфликтом. И, конечно, это не будет надежной структурой. То есть честность – это очень важно. Второе – компетентность, на мой взгляд, тоже важна, потому что у нас такой серьезный финансовый продукт, о котором мы должны говорить достоверную информацию. Поэтому нужна компетентность, и нужно работать над тем, чтобы эту компетентность повышать. Ну и третье – я думаю, что нужно, конечно, перед собой ставить все время новые цели. То есть если есть какое-то достижение, то впереди, безусловно, есть еще большие достижения. Я считаю, что у нас есть хороший пример, на кого можно ориентироваться. Это наш президент, который ставит невероятные перед собой цели, добивается этих целей, и у нас всегда есть возможность следовать этим путем. Ну а то, на что не стоит тратить время, на мой взгляд, это прежде всего разборки, негатив, какие-то новости, которые можно принимать по-разному. Но, на мой взгляд, лучше не бороться с чем-то, а двигаться именно в своем направлении. То есть это занимает меньше времени и дает больше результатов. Вячеслав, а на твой взгляд, ты сам извинился? Да. И вообще какие-то навыки у тебя новые появились, развились в сетевом бизнесе? Ну, на самом деле, наверное, это два разных человека до начала работы в сетевом бизнесе и сейчас. Потому что когда я учился в школе, то есть публичные выступления для меня никогда не были приятным удовольствием. И в дальнейшем в своей работе не было необходимости публичных выступлений. Занимаясь в институте, я просто занимался техническими какими-то приборами, ремонтируя машины, это тоже совершенно не публичные выступления. Но вот придя в сетевой маркетинг, я увидел в себе вот то, наверное, возможность, желание, талант какой-то выступать на публике, то есть перед людьми. И, безусловно, это кардинально изменило меня самого, потому что это требует тоже работы, то есть определенных навыков, определенной работы над собой. И чем больше сцены, на которые я поднимался, тем, естественно, это больше изменения. И когда ты спускаешься с этой сцены в очередной раз, поднявшись на каком-то крупном событии, ты точно абсолютно изменился, ты другой. И сейчас, ну, есть простые примеры, когда я встречаюсь с людьми, которые меня 10-15-20 лет назад видели, не видели с которыми 10-15 лет, конечно, они видят колоссальные изменения, потому что это два разных человека. Я сам это чувствую, я думаю, что это заметно людям. Вячеслав, спасибо тебе за твой опыт, спасибо за твою школу, спасибо за прекрасное интервью. Спасибо. Спасибо.